добрый день youtube добрый день подписчика господа знаете с тех пор как мы начали вести наш маленький блогик в ютубе на нас обижается одна категория людей с которой мы долго и плодотворно сотрудничаем на нас обижаются владельцы toyota потому что в общем-то все внимание которое мы оказываем интернет аудитории сосредоточено на suzuki и на аэровонах ну что ж вы действительно неправильно поэтому сегодня мы расскажем о проблемах toyota camry кузове v40 2.4 вот кирилл андреич покажи пожалуйста моторный отсек машина прошла 180 189 грубо говоря тысяч километров ей почти 10 лет она 2008 года и как вы видите toyota поживает прекрасно то есть никаких следов течи никаких посторонних шумов вот я сейчас заглядываю моторный отсек и никаких проблем по мотору что в общем-то как бы и требовалось доказать я не вижу ну давай покажем тогда людям что пробег действительно 180 8 189 зайди отсюда скажи пожалуйста как это выглядит что мы не лукавим что это действительно правда не буду я вам рассказывать про салон не буду вам рассказывать про интерьер про экстерьер машина не новая все вы знаете расскажу вам совершенно другую историю то есть как бы эта машина всегда пользовалась спросом и будет пользоваться пока она ездит почему потому что она принадлежит концерна toyota то есть грубо говоря они и разработали и выпустили самый мощный в мире автоконцерн самые большие продажи и собственно как бы хотелось бы понять почему это происходит наверное почему именно эти машины пользуются спросом на вторички за ними охотятся вторые хозяева 3 4 так до того момента пока автомобиль не перестанет ездить ну давайте посмотрим то есть надо понимать да что как бы у любого автомобиля по пробегу выходит из строя расходники выходит из строя амортизаторы помпа выходит из строя рычаги тормозные диски ну собственно как бы в этом и заключается toyota то есть toyota это автомобиль который не доказывает сюрпризов не дает их и сейчас мы поднимем ее на подъемник произведем плановый ремонт кстати он будет первым крупным ремонтом жизнь этого автомобиля то есть при пробеге в сто восемьдесят девять тысяч владелец данной машины столкнулся с необходимостью наконец что-то в нее вложить и мы узнаем чему же будет равна эта кошмарная цифра а теперь на подъемник посмотрели мы машину и теперь давайте мы поймем что привело ее к нам ну как вы все знаете 13 лет помимо suzuki мы делаем еще и toyota дай панорамку то есть как бы покажи то есть в наших цехах вы можете встретить хайлендер можете встретить гранд витару можете встретить витару можете встретить камри про которую мы сегодня разговариваем значит сравнивая toyota и suzuki по надежности надо понимать что это принципиально разные автомобили друзья то есть suzuki это то подо что у нас работают четыре подъемника потому что есть постоянный спрос потому что есть текущие вопросы которые мы должны решать и так вот это вот машина при ее пробеге вышла из строя что кирилл андреевич дай поближе то есть вот у нас есть проблемка с саленблоком соответственно рычага по вот этим вот частям надрывы попрошу обратить внимание что передний саленблок абсолютно живой также попрошу обратить внимание на то что шара которая здесь в отличие от suzuki съемная она соответственно тоже абсолютно живая ну то есть базово плановая процедура замена колодок а ходят они здесь кстати в районе 60 тысяч в общем то даже при нормальной такой езде и проблему соответственно со стойками стабилизатора напоминаю что пробег достаточно большой какие запчасти используются при ремонте вы знаете мою нелюбовь к аналогам почему потому что как любой человек который считает деньги я не привык платить два раза за одну и ту же вещь ну ты соответственно установив вот такой оригинальный рычаг вы избавитесь опять у нас 150 на 200 тысяч как повезет от проблемы разрыва задних саленблока подбирая какие-то аналоги запрессовывая сюда вы будете с этим бороться постоянно ставя аналоговые рычаги вы тоже будете платить за одно и то же значит итак давайте посмотрим вот переместись сюда кирилл покажи переднюю подвеску данный момент как раз идет разборка второй стороны николай у нас сейчас разбирают суппорт изымает из него колодки то есть чем заключается сложность при замене переднего рычага на камри в 40 до 24 здесь вы видите для того чтобы поменять рычаг покажи кирилл тогда вот здесь надо немножко отодвинуть опору свет подвиньте до чтобы не светило глаза надо соответственно опорку вот это вот немножко увести потому что иначе вы не добираетесь до вот этого болта то есть видите на переднем саленблоке есть соответственно крепление которое состоит из двух болтов и чтобы добраться до переднего надо убрать опору ну все остальное в свободном доступе проблем с заменой проблем с заменой стоек стабилизатора обычно на этих машинах не возникает кроме того что можно еще сказать некоторые сервиса ну как бы сейчас кризис не все посещают дилеров не все посещают профильные сервиса при замене колодок допускают ошибку вот покажи пожалуйста зрителям суппорт и его цилиндр здесь есть манжета если неправильно отодвинуть то здесь появляются надрывы то есть при использовании отверток и какого-то там нецелевого инструмента вы вы столкнетесь с тем что в манжете появится отверстие соответственно туда будет попадать жидкость грязь и в итоге скорее всего вы либо переберете либо поменяете суппорт то есть надо отдавать себе отчет то что машина надежная и по большому счету кроме перегрева двигателя на этих 2 и 4 который опять же вызван несвоевременным обслуживанием то есть несвоевременным уходом проблем особых с ней нет так как сплав мотора силуминовый то есть мотор сделан на основе алюминиевых при неправильном температурном режиме ведет голову это единственная пожалуй глобальная проблема в 42 и 4 ну что еще можно сказать как бы про этот вот двигатель принципе чтобы избавиться от этого дефекта достаточно просто раз пару лет в тройку промывать радиатор охлаждения и при каждой замене антифриза менять термостат эта проблема вас не коснется никогда вот а теперь давайте мы посмотрим как эта машина при пробеге за 180 выглядит снизу кстати надо понимать то что вот этот ремонт который сейчас происходит он у этой машины 1 то есть до этого с автомобилем не делалось ни-че-го как видите господа подняли мы автомобили и теперь от позитивных моментов перейдем к негативным все-таки конечно toyota десятилетний автомобиль надежный но и к этому рубежу и у нее появляются определенные проблемы вот кирилл андреевич если можно после того ремонта которое мы осуществили необходимо будет сделать регулировка развала схождения то есть для этого нужно чтобы вращалась соединение вот этой тяги как вы видите вот там сейчас идет подготовка к развалу схождения рулевых тяг и с этим тоже происходит не все гладко ничего вечного к сожалению не бывает вот кирилл если тебе не сложно покажи тогда заднюю цапку то есть нужно понимать что вот эти солен блоки в оригинале отдельно не идут то есть есть конечно аналогии заменителя но если собирать все по фэншую как это думал производитель то замена этого со временем когда его разобьет и разбивает их по опыту скажу при пробеге далеко за 200 тысяч принесет тоже определенного рода финансовые затраты скажем так стоимость вот этой цапку ну порядка 15 тысяч рублей значит что еще является проблемой кузова в 40 ну коррозия то есть покажи соединение глушителем понятно что система выпуска разогревается охлаждается в нее попадает вода или происходит коррозирование вот таких вот элементов также вот сюда дай пожалуйста картиночку это заливная горловины и вот это вот тоже проблема кузова в 40 потому что в таком состоянии общем то она прибывает на многих автомобилях если пройти дальше пройти по ходовой ну покажи как бы дай картиночку то мы не увидим здесь ничего необычного то есть автомобиль несмотря на изрядный как видите пробег находится в хорошем состоянии нет никакой коррозии по кузову то есть не гниют пороги ничего не гниет то есть машина как бы абсолютно в рабочем состоянии течи по непосредственно двигателю вы тоже на ней не найдете так чему же собственно сегодняшний весь наш ролик я хочу вам показать одну вещь то есть любого владельца автомобиля бывшего автомобиля для который хочет купить машину и стать вторым или третьим моим хозяином интересует один параметр основной сколько же стоит эксплуатация вот за моей спиной находится машина который без малого 10 лет и во что же владельцу обошлась эксплуатация этой машины ну не считая естественно то замена масла страховок бензина и прочего мы говорим только о полонках вот я сейчас завернул как бы данные владельца завернул там наши все данные рабочий заказ на ряд кирилландович покажи пожалуйста 34200 рублей за 10 лет в принципе господа это все что вам нужно знать о автомобилях toyota camry v40 то есть покупая эту машину вы соответственно приобретаете возможность ездить бесплатно именно за это люди и любят тойоту с вами был клубный сервис илья если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал ссылочка на наш основной ресурс по тойоте внизу до свидания до новых встреч